Всем привет, друзья! С вами Вова Толл, и сегодня мы с вами будем распаковывать материнскую плату от Asus, модель H81MK. Эта материнская плата была куплена на сайте Розетка, ссылка будет в описании. Ну что, друзья, как видите, да, вот в такой коробке она к нам пришла. Сейчас вы можете видеть точные характеристики данной материнской платы. Сейчас вы можете видеть, да, как на разных языках у нас здесь описываются всякие новые технологии, да, на задней панели коробки тоже это всё описывается. Ну что ж, давайте будем открывать коробку и смотреть, что у нас там идёт внутри. А внутри, как видите, у нас идёт материнская плата, да, вся такая запечатанная, всё как должно быть. Вот такая вот у нас, да. Итак, смотрим, что у нас идёт в комплектации. В комплектации у нас идёт планка для крепления. Шнуры SATA для подключения устройств SATA. Инструкция к данной материнской плате. Диск с драйверами. И всякие прочие бумажки по настройке этой материнской платы. Итак, что у нас по разъёмам? По разъёму у нас здесь находится 24-пиновый разъём для подключения блока питания. 4-пиновый разъём для подключения питания процессора. Два разъёма для оперативной памяти DDR3. Разъём для подключения кулера процессора. Разъём для подключения корпусного вентилятора. Разъём для процессора LGA-1150. Да, сейчас мы откроем, посмотрим, что у нас там творится. Ну что ж, как видите, да, всё у нас здесь нормально. Здесь у нас находится литиевая батарея на 3-вольта для BIOS. Разъём PCI-Express 16. И ещё два разъёма PCI-Express. Здесь у нас находится радиатор с чипсетом Intel H81. Два разъёма SATA 2 и два разъёма SATA 3. Здесь у нас находятся разъёмы для подключения мышки и клавиатуры. Разъём VGA. И разъём DVI. Здесь у нас находятся два разъёма USB 2.0 и два разъёма USB 3.0. Здесь у нас находится разъём LAN. Три разъёма звуковой карты. Разъём для подключения передних разъёмов USB на фронтальной панели корпуса. И разъёмы для подключения звуковых разъёмов на передней панели корпуса. Ну что, друзья, вот такая у нас распаковка получилась, да. Если это, конечно же, видео вам понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх. И, конечно же, подписываться на канал. Ну а санки всегда был VVTOL. Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»!